Друзья, всем привет! Сегодня мы записываем очередной видео урок по постановке освещения фотографии. И сейчас мы хотели вам показать некие исходные данные, которые у нас есть. Это фотостудия, обскур, у нас есть длинное темное помещение, вечернее окно, некоторые элементы интерьера. И в нашей идее мы бы хотели снять некого безумного художника. Нашу модель мы с ног до головы забрызгаем краской. Она у нас будет в прозрачном платье. И по освещению мы хотели бы создать некий сюр и сказку. И вот в зависимости от этого мы и будем строить наш свет. Давайте приступим! Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы подготовили нашу композицию и наш интерьер. Посмотрите, у нас полный сюр будет в кадре. Мы забрызгали модель краской с ног до головы. У нас есть элементы художника, у нас есть мольберт, пространство сзади. И теперь внутри этой композиции мы будем выстраивать свет. Хотелось бы определить некий принцип. Конечно же, смысл нашего изображения у нас достаточно парадоксальный и какой-то сказочный. Поэтому и свет мы будем выстраивать, исходя именно из этой логики. Я думаю, что это должно быть какое-то пятнистое освещение и должно быть смешение двух цветов, теплого и холодного света. И начнем мы выстраивать наш свет сзади. Там у нас окно. И из этого окна мы запустим какой-то источник освещения, который задаст нам основное направление света. Давайте попробуем! Итак, друзья, первый прибор, который мы будем использовать, это свет от окна. Здесь нам придется пойти на небольшую хитрость, потому что мы, к сожалению, не можем разместить свет на улице и посветить сквозь стекло, поскольку мы находимся достаточно высоко. Поэтому мы поместим наш источник света непосредственно на наше окно. Использовать мы для этого будем светодиодный прибор Додолайт, потому что, во-первых, мы можем достаточно легко управлять температурой света. И, во-вторых, нам не очень хочется, чтобы в кадре у нас торчала стойка. Поэтому мы будем использовать прибор с собственной аккумуляторной батареей, и тем самым просим себе задачу. А к окну, собственно, мы прибор прикрепим с помощью вот такого нехитрого девайса, который представляет из себя присоску и палец, на который крепится лампа. Давайте пробовать! Итак, я думаю, что уместно будет попробовать некоторые варианты. Сначала мы разместим прибор практически по центру кадра и посмотрим, какой свет он нам даст. Включаем. Мы ставим прибор на максимальную ширину угла света, потому что нам нужен достаточно широкий большой поток, который у нас со стороны окна идет в кадр. Но даже на максимальном угле луч все равно слишком узкий. Для того, чтобы компенсировать этот недостаток, мы используем линзу. Вот так вот она выглядит, которая расширяет световой поток. Давайте смотреть, что у нас получается. Вот таким образом мы получили достаточно широкий луч. И нас устраивает свет по своему качеству и по своему цвету. Мне кажется, что в ночное время хорошо, когда со стороны улицы будет идти голубоватое освещение. Но, как вы можете сейчас увидеть с основной камеры, нас не очень устраивает расположение прибора. Потому что в таком виде это будет яркое пятно света прямо посередине стекла. И у зрителей это будет вызывать ощущение непосредственно лампочки, которые там находятся. Поэтому в данном случае нам придется переместить прибор и разместить его так, чтобы он был на самой границе кадра, но при этом не попадал в него. Давайте попробуем. Итак, вот в таком виде мы получаем гораздо более подходящий нам свет. Чуть-чуть лампочки западают нам в кадр, но это уже очень легко исправить. Единственное, что нам требуется поправить в данном расположении. Мне кажется, что нужно часть света отсечь от серой стены, потому что композиционно она так будет слишком сильно выделяться. Поэтому вот эту шторку мы прикроем так, чтобы свет на стену не попадал, а оставался только внизу и чуть-чуть доходил до модели. Ну что же, мы получили сзади световой поток, который нас устраивает по направлению и по цвету, но не очень подходит нам сюжетно. Мне кажется, что нужно добавить больше сказочности, и поэтому ровный свет хотелось бы разбавить некоторым количеством пятен, причем пятен раздоцветных. Как мы это сделаем? Следующий прибор, который мы установили, это еще один прибор жесткого света Додолайт, светодиодный, потому что, опять-таки, мне должно быть легко управлять цветом. Мы оставим жесткий луч, который в данном случае у нас будет падать на стену, и используем вот такую вот бутылку, или вы можете использовать любую, в принципе, стеклянную поверхность, которая искажает световой поток. Через подобную маску мы можем получить очень хорошие и интересные блики. Можете в этом убедиться. Можем поиграть цветом, но поскольку в данном случае я хотел, чтобы этот прибор поддерживал основной свет из окна, то логично будет, если они оба будут в одном цветовом решении. А подвигав бутылку, мы можем управлять тем, как будут у нас выглядеть блики в кадре. Пятнышки у нас получились хорошие, но, с моей точки зрения, их мало. Хочется добавить деталей. И мне кажется, что неплохо запустить еще какие-то цветовые пятна на пол. Для того, чтобы это сделать, мы разместим еще один прибор в задней части кадра. Это будет большой 650-ваттный прибор, фокусируемый. Он уже у нас будет светить желтым светом. Почему такой мощный прибор? Потому что нам нужно пробивать светом очень темную поверхность пола и нам нужна очень высокая яркость. Давайте его включим. Посмотрим, что у нас получается. Слишком равномерное пятно, на мой взгляд. Поэтому мы применим тот же самый фильтр, который мы делали и на предыдущем приборе. Для этого мы возьмем еще одну бутылку, которую мы нашли в студии. Разместим ее на штативе и с помощью этого нехитрого девайса замаскируем свет прибора. Таким образом, мы получили еще одну систему бликов, в данном случае на полу. Друзья, на этом месте я предлагаю вам чуть-чуть притормозить и оценить общую композицию кадра, посмотреть, что же у нас получилось удачно, что не очень. С моей точки зрения, мы получили красивую и интересную систему бликов, но немного не хватает деталей в кадре и не хватает ощущения пространства. Для этого, я думаю, что нам нужно высветить немножко дальний угол комнаты. Давайте посмотрим, как мы это сделали. Итак, для этих целей мы используем маленький галогеновый прибор Додолайт на 150 Вт. Напрямую мы им посветить не сможем, будет не очень хорошо для кадра, потому что свет получится очень жесткий и такое пятно, как вы видите, привлекает слишком много лишнего внимания. Плюс дает жесткие тени. Но мы достаточно легко исправим эту ситуацию и сделаем свет намного мягче и намного рассеяние, если мы поставим перед лучом жесткого света какой-то диффузор. Проще всего в данном случае использовать полупрозрачный отражатель, который мы разместим перед пятном света. И тем самым мы получим именно то качество освещения, которое нам необходимо. То есть свет, который не привлекает лишнего внимания, но в то же время показывает детали в том месте композиции, которые мы считаем важным. Теперь я предлагаю еще раз оценить наш кадр в целом. Мне кажется, что то, что мы сделали по пространству, нас вполне устраивает. Этого достаточно. Поэтому нам осталась сущая мелочь в кадре. Это осветить нашу модель. Первый источник света, который мы будем использовать для этого, это рисующий свет. Он расположен спереди, сбоку. Мы сделаем его жестким, потому что это будет соответствовать общей гармонии в кадре. Мы накидали сзади кучу жестких пятен, и мы должны эту логику внутри композиции поддерживать. Поэтому мы берем еще один галогеновый источник света, это ДАЛАЙТ на 150 ватт. Давайте его включим и посмотрим, что у нас получается. С моей точки зрения, если использовать его напрямую, то получается слишком искусственно и постановочно. Поэтому мы применим ту же технологию, какую мы применяли и на заднем плане. Возьмем еще одну стеклянную бутылочку и, замаскировав этот свет, мы получим на модели очень интересную систему пятен. Давайте посмотрим. Все вроде бы хорошо, но не хватает буквально пары мелких деталей. Давайте разберемся, каких. Во-первых, высветив левую часть нашей модели, мы жестким светом оставили слишком много глубоких теней справа. Для нашего сюжета это не очень хорошо, потому что мы очень долго забрызгивали модель краской, и хорошо бы, чтобы это было видно все-таки в кадре. Поэтому мы должны подбить тень. Используем еще один источник галогенового света. Напрямую у нас, опять же, не получится светить, потому что мы создадим второй рисующий свет. Чтобы это исправить, мы, во-первых, уведем прибор немножечко в сторону и свет зададим как бы по касательной от модели. А во-вторых, есть еще один прекрасный девайс, который выглядит вот таким вот образом. Это маленький диффузор, который мы можем разместить перед лучом света для того, чтобы сделать его намного мягче. Вот вы можете видеть результат и то, что у нас получается. Еще одна маленькая, но с моей точки зрения очень вкусная деталь. Хотелось бы в кадре выделить контур модели светом и немножко просветить ее прозрачное платье. Поэтому на одной прямой линии между фотоаппаратом и моделью в задней части кадра мы располагаем еще один светодиодный прибор, которым мы будем задавать контровое освещение. Почему светодиодный? Потому что нам не очень хочется в данном случае фотошопить потом провода, лежащие на полу, а к нему мы можем присоединить сразу батарею. Давайте включим и посмотрим, что у нас получается в результате. И один маленький финальный штрих. Мне бы очень хотелось, чтобы в кадре присутствовала воздушность. Как это сделать? Если мы расположим прибор жесткого света, который частично будет немножко западать в кадр, он создаст с помощью оптических переотражений световые артефакты. И тем самым мы получим очень хорошую наполненность кадра светом. Для этого мы расположим напротив объектива камеры еще один жесткий прибор. Включим его. Вы сейчас можете увидеть на кадре, что у нас произошло. И, как мне кажется, общая цветовая температура кадра теплая, поэтому мы добавим оранжевый оттенок в этот цвет с помощью цветного фильтра. Вот так. И таким образом мы получили в кадре необходимый нам воздух и некоторое количество световых артефактов. И, собственно, на этом месте мы можем перейти непосредственно к съемке. Ну что ж, друзья, мы получили тот кадр, который хотели. Мне кажется, получилось интересно. И я надеюсь, что урок, который мы сделали, вам понравился. Ну а в конце мне хотелось бы высказать очень глубокую по своей философии мысль. Когда вы делаете подобного рода сюжет, неплохо было бы заранее подумать о том, как отмывать модель. Ну и все. На этом я хотел бы закончить. Я бы хотел сказать слова благодарности всем людям, которые помогали сделать этот урок. Прекрасной съемочной команде из Люми-студии, нашим хозяевам, студии Обскур, где мы проводили съемку и, конечно, всем ребятам, кто помогал. Огромное спасибо и вам за ваше внимание. До свидания. Итак, друзья, я предлагаю сейчас вспомнить, какое оборудование мы использовали в нашем сегодняшнем уроке. В данной съемке использовалось несколько маленьких фокусируемых приборов Додолайт мощностью 150 ватт. В тех местах, где нам было трудно работать с проводами и с электропитанием, мы использовали светодиодные источники Додолайт мощностью 40 ватт, двухцветные. И в том месте, где нам нужен был мощный световой поток, мы использовали еще один прибор Додолайт, галогеновый, мощностью 650 ватт. Из модификаторов в основном мы пользовались стандартными шторками. Также от окна у нас светил светодиодный источник, который давал нам заполнение с направления сзади вперед. И в том месте мы использовали широкоугольную насадку. Спереди мы пользовались рассеивающим диффузором, надетым на прибор направленного освещения. И также нами было использовано цветной фильтр стеклянный для получения правильного цветового оттенка. И также для создания спецэффектов мы использовали те модификаторы, которые мы нашли непосредственно в студии. И это были несколько бутылок больших с цветным стеклом. Кстати, ребят, попутно хотел рассказать об очень крутой вещи, за что я искренне уважаю компанию Додолайт, это за то, что они действительно очень внимательно прислушиваются к тому, что им говорят пользователи их света. В свое время я им писал и рассказывал о том, что шторки, которые они делают, имеют слишком глянцевую поверхность и дают некие нежелательные блики. И вот мне прислали новые шторки, они сделали новую рифленую поверхность у этих шторок и, о чудо, все блики исчезли. И это действительно здорово. Все же, да? Кул! Ура! Давай я тебе поцелую. Спасибо большое. Так, ну ты так и поедешь, ты понимаешь, да? Да. Ура! 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 Ура!